Несмотря на праздник футбола, недовольные снова, как и месяц тому, вышли на улицы столицы страны Бразилия. Ведь повод для протеста не исчез. На деньги, вложенные в реконструкцию стадиона Ману Горинча, можно было построить 150 тысяч новых домов семьям с низким доходом. Но деньги ушли на футбольный объект, который сдали недостроенным, и главная судьба которого – туманна. Ведь в Бразилии нет ни одного клуба из высшей лиги. И кто заполнит более 70 тысяч на трибунах после Мундиале? Я знаю, что клуб «Коринтианс» из Сан-Паулу подписал контракт, что часть матчей проведет у нас. Будет летать тысячи километров на игру, но тут у нас за них не болеют. Власти страны открыто обвиняются в коррупции. Ведь в Манаусе, где отгрохали вот этот 40-тысячник Амазония, вообще нет клуба. А в Форталезе, в таком же географически глубоко континентальном городе, есть только команда второй лиги. Неужели она привлечет 60 тысяч человек на трибуны новой арены Костелан? Наши давно вылетели, но я остался путешествовать по стране. И вот только в Сан-Паулу правильно поступили, что создали временные трибуны и осенью их демонтируют. А во многих городах стадионы будут стоять как памятники, а не как действующие объекты. Недоделки есть практически на всех аренах. В Куричибе арена Дебайшара должна была быть накрыта куполом, а его нету. А по центру протянута монтажная железная рейка, временная опора, которую не успели убрать. Теперь это полоска перед глазами зрителей, перекрывающая часть поля. Я мечтал о чемпионате мира в нашей стране, но не такой же ценой. В 500-тысячном городе Куяба они строят 40-тысячный стадион, в то время как не хватает денег на проблемы, о которых говорят десятилетиями. Между Сан-Паулу и Рио до сих пор нету даже электрички. В Рио только две ветки метро, а в 20-ти миллионном Сан-Паулу всего шесть. Они выкинули на каждый из 12 стадионов по 500 миллионов долларов. На эти деньги можно было преобразить страну. Возмущение бразильцев сдерживает только национальная команда. Пока футбольная Бразилия выигрывает, рациональная Бразилия молчит. Но стоит сборной оступиться и не дай бог не выиграть чемпионат. Разочарование выплеснется из сосуда чисто футбольных страстей. Микола Васильков, Алекс Атерен. Подробности из Бразилии.